Школа номер 14, в которой был сорван капитальный ремонт, наконец-то готова к открытию. Как мы сообщали, капитальный ремонт крыши был начат в мае, закончить должны были в августе. Но крышу в мае вскрыли, и на этом все. Рабочие объект бросили и ушли. А в результате во время летних дождей еще и протопило тот ремонт, что был произведен внутри школы. Учеников принять 1 сентября школа не смогла, школьников распределили по другим учебным заведениям. Был найден другой подрядчик, который быстро принялся доделывать крышу. Рабочие так спешили, что работали без страховок, и в начале сентября один из них сорвался с крыши и погиб. Несмотря на ряд этих несчастий, ремонт все-таки завершен. С некоторым подрядчиком, например, как регион развития, он уже в поле компетенции правоохранительных органов. Соответственно, даже те подрядчики, которые выполнили работу, не уместились в свои сроки, они все равно будут получать неустойку, пение, штрафы по условиям муниципального контракта. В гостях хорошо, а дома лучше. Мы счастливы вернуться в родную школу. Горим желанием начать работу. Школа, наконец-то, готова принять наших детей, что нам не придется учиться в других школах, пользуясь их зданиями, где нас хорошо принимали. Но, конечно, в своей территории это гораздо лучше. Школа очень сильно преобразилась и снаружи, и внутри. Конечно, дети рады вернуться в свою школу. И на сегодняшний день работы приняты. Департамент образования издал соответствующий приказ за моей подписью о том, что с 8 ноября возобновляется учебный процесс в стенах родной 14-й школы для 658 учащихся этого учреждения. То есть мы 8 ноября ждем наших детей с осенних каникул, отдохнувших, готовых начать учебный процесс в стенах родной школы. Продолжение следует...